Первые итоги посемной кампании, ожидаемые показатели в сельском хозяйстве, Владимир Путин обсудил с главой Минсельхоза. Как сообщил Дмитрий Патрушев, в этом году аграрии могут собрать около 100 миллионов тонн зерна. Это близко к рекордному уровню прошлого года. Для правительства ключевая задача обеспечить поддержку производителей. Уже приняты меры по стабилизации цен на топливо. Хочу отдельно поблагодарить вас за решение проблемы по стабилизации цен на ГСМ. Это очень важно для сельхозтоваропроизводителей. Так в среднем по Российской Федерации по состоянию на 21 июня на летнее дизельное топливо цена за неделю снизилась на 318 рублей. На автобензин, который использует сельхозтоваропроизводитель, на 609 рублей. В целом это, конечно, незначительное снижение, но то, что цены уже зафиксировались и они не поднимаются вверх, это, в принципе, для сельхозтоваропроизводителей очень и очень неплохо. Принято решение о компенсации потерь, определенных потерь сельхозтоваропроизводителей, которые связаны с ростом цен на дизельное топливо и бензин. И эти компенсации будут выплачиваться за счет средств резервного фонда правительства Российской Федерации. Сколько там примерно? Владимир Владимирович, по нашим расчетам, это порядка 12 миллиардов рублей за тот период с января по июнь месяц. Но, тем не менее, с учетом бюджетных ограничений, видимо, будет цифра чуть ниже. Но вот сейчас прорабатываем эту цифру и, соответственно, определимся и доведем, самое главное, в ближайшее время эти деньги до сельхозтоваропроизводителей. Продолжение следует...